Время бизнес новостей на канале Кубань 24. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажу, кто будет производить семена овощей на Кубани и когда в России появится купюра в 200 рублей. Теперь обо всем подробнее. Семена овощей будут производить на Кубани. Московская компания намерена построить теплицы в Крымском районе. Стоимость проекта 200 миллионов рублей, сообщает РБК. Компания планирует производить семена томатов, огурцов и сладкого перца. В настоящее время основная масса семян производит страны пределом мира. Китай, Вьетнам, Индия. Мы перешли все на гибриды импортных компаний, потому что целенаправленно ввелась с ними работа, в первую очередь именно крупными компаниями, западными, по ликвидации по сути семеноводства и всего остального в России. Это такой мягкий, такой добрый, в кавычках, захват рынка. Перспективы очевидны. По данным Краевого Минсельхоза, импортными семенами в прошлом году было засеяно больше 80% площадей на Кубани. В планах компании-инвестора через пять лет закрыть больше половины российского рынка семян огурца. Себе дороже. Российские предприниматели не рассчитывают на кредиты. Таковы данные опроса Национального агентства финансовых исследований. Более 80% респондентов не планируют брать новые ссуды. Они бьются головой об стенку, но не могут получить финансирование. То, что сейчас у нас высокие ставки, это тормоз в развитии. Поэтому я считаю, что это очень негативная тенденция. Пополнение оборотных средств необходимо, но предприниматели не находят для этого возможности. Каждый восьмой представитель малого бизнеса вынужден брать новые займы для покрытия старых долгов. Причина не только во внутренних проблемах предприятий. Треть тех, кому нужны ссуды, не устраивают новые условия банков. Это подтверждает и кубанская статистика. Напомню, кредитные организации значительно снизили кредитование малого и среднего предпринимательства в крае в прошлом году. По всей стране объем этого вида кредитования упал на 5% по данным Центробанка. Авторы исследований отмечают, что проблема доступности финансовых услуг остается в топе ключевых проблем бизнеса. Приветствуем иностранный бизнес. Президент России Владимир Путин встретился с руководителями немецких компаний, которые работают на российском рынке. Глава государства выразил надежду на то, что интерес иностранных партнеров к сотрудничеству с Россией не иссякнет и они не упустят своих возможностей на местном рынке. Мы со своей стороны делали и будем делать все для того, чтобы создавать наиболее благоприятные условия для всех наших иностранных партнеров, включая и представителей немецкого бизнеса. Напомню, что Краснодарский край одна из самых привлекательных территорий для зарубежных инвесторов. У нас уже работают немецкие и другие производства. В скором времени регион ждет французских партнеров. Ждение в регион любого инвестора, неважно это инвестор с иностранным капиталом или российским капиталом, это прогресс и налоговые поступления в бюджет края, это рабочие места, это новые технологии. И сейчас нам это крайне необходимо, и если степень локализации хотя бы 50%, это уже очень хорошо. Особенно интересные предприятия с совместным участием, российским и зарубежным, это приход новых технологий, это производство продуктов с высокой прибавочной стоимостью. Как уже рассказывали деловые факты, для инвесторов Кубань оборудуют технопарки. Территория с готовыми коммуникациями, где можно сразу налаживать производство. На их развитие в антикризисном плане Краснодарского края предусмотрено 56 миллионов рублей государственной поддержки. Эти деньги пойдут на строительство пяти объектов инфраструктуры для индустриальных и технопарков. Центробанк продолжает проверки. В БФГ банк назначила временная администрация, сообщает пресс-служба регулятора. Такая мера установлена на шесть месяцев. Центробанк планирует определить финансовое положение банка. Он ходит в сотню крупнейших российских кредитных организаций. Один из офисов есть и в Краснодаре. Удобнее ровно вдвое. Банк России объявил о выпуске банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей. Специалисты регулятора считают, что эти купюры сделают расчеты наличными удобнее. Деньги поступят в обращение в конце 2017 года. Согласно расчетам Центробанка, к этому моменту инфляция в России опустится до 4% и выпуск банкнот промежуточного номинала станет экономически оправданным. Пока неизвестно, сколько новых купюр поступит на рынок, но глава Центробанка утверждает, что банкноты никак не повлияют на общий оборот денег. Валюты продолжают терять в цене. Доллар подешевел до 66 рублей и 35 копеек. Новая цена евро – 75 рублей и 85 копеек. Такими были самые интересные деловые факты к данной минуте. До свидания.